Мы с вами продолжаем знакомиться с возможностями фреймворка jQuery по перемещению и манипуляции контентом дом-элементов. В этом уроке рассмотрим методы для вставки контента, 4 метода для вставки внутрь дом-элемента и 4 метода для вставки какого-либо контента снаружи дом-элемента. Начнем мы с вами рассматривать данный метод из метода append, который в качестве параметра принимает символьную строку content. Несложно догадаться, что данный метод добавит соответствующую текстовую строку внутрь каждого элемента из наборов, к которому он применен, за уже существующим текстовым контентом внутри него. Далее рассмотрим метод appendTo, который в качестве аргумента принимает селектор. Этот метод добавляет все элементы из набора, к которому он применен, к элементам набора, который указан в параметре селектор. Определение достаточно запутано, поэтому я опять же подготовил вам наглядную иллюстрацию и сейчас мы все это с вами на ней рассмотрим. В привычном месте для такого рода иллюстрации вы уже видите строчку кода, которая осуществит ту манипуляцию, которая будет показана на схеме. И давайте посмотрим, что же произойдет. Итак, наш span с id first и наш блок paragraph с id middle. То есть сейчас вот этот блок paragraph будет перемещен со своего обычного места и добавлен к блоку span с id first. Вот таким вот образом. Причем блок span с id first уже имел дочерний элемент span и нужный нам параграф добавился уже после него. Вот, думаю, после иллюстрации вам стало понятнее. Теперь рассмотрим два метода, метод prepend и метод prepend to. Первый метод аналогичен по работе методу append, но добавляет контент перед уже существующим. Соответственно, метод prepend to, который принимает в качестве параметра selector, добавит элементы из набора, к которому он применен, перед существующими к элементам, указанным в параметре selector. Теперь четыре метода для добавления контента снаружи от дом элемента. Первый метод это before. И как параметр он опять же принимает символьную строчку и вставит вот этот вот параметр, который он принял после, прошу прощения, перед каждым элементом из набора, к которому применен. Соответственно, метод after вставит данную строчку после каждого элемента набора, опять повторюсь, к которому он применен. И последние два метода, методы insert before и insert after. Очень похожи на методы append to и prepend to, однако добавляют до или после элементы из набора, к которому применены, после или перед элементами, указанными в параметрах selector. Опять же, я проиллюстрировал один из данных методов, чтобы вам было понятнее. Итак, смотрим на схемочку. Вот такая строчка кода сейчас будет иллюстрироваться. Опять же, наш элемент span с id first и опять же, наш элемент paragraph с id middle. Теперь элемент paragraph будет перемещен со своего дефолтного положения в положение, стоящее перед блоком span. Наблюдаем, что произойдет. Вот таким образом перенесся наш блок paragraph. Соответственно, метод insert after я уже косвенно описал. Сейчас мы с вами все это посмотрим на коде. Открываем файлик insert in start и будем работать с методами для вставки контента. Начнем мы с чего? Начнем давайте с самых простеньких методов. Это append, prepend и insert. Например, добавим к каждому из наших параграфов какой-нибудь текстик. Давайте append. Причем у нас к каждому параграфу применен свой цветовой стиль, поэтому будет очевидно, да, в параграф добавился данный контент или за его границами. Это будет такая очень наглядная иллюстрация. Итак, append и сюда пишем new content. Идем в браузер, обновляем нашу страничку, смотрим, что получилось. Вот, как бы, к каждому из наших параграфов, как вы можете наблюдать, добавилась строчка new content. Причем добавилась внутрь, как я уже говорил, это можно заметить по цветовому и вот здесь еще стильовому оформлению. Каждый из этих строчек. Идем снова в Dreamweaver и теперь давайте попробуем вставить опять же в параграф, но снаружи, да. Для этого сделаем вот так. Используем метод after и сейчас та же строчка вставится, но только снаружи каждого из наших параграфов. Идем в браузер, обновляем страницу. Что мы видим, да, что после каждого из параграфов вставилась строчка new content. Так как это параграфы, то после них, соответственно, HTML переводит каретку, да, на новую строчку. Поэтому new content написано везде с новой строки. Так, идем снова в браузер и теперь давайте-ка попробуем сделать уже что-нибудь посерьезнее. Повставлять целые элементы. Давайте, например, вставим наш параграф с id first или просто наш первый параграф. Давайте вставим. Заодно постоянно повторяем с вами селекторы и фильтры. Insert after. Давайте вставим его после вот этого вот спана с id first. сохраняем страничку и идем в браузер, смотрим, что получилось. Вот, наш параграф с контентом в нем, параграф номер 0, был вставлен внутрь вот этого вот нашего спана с id first. Результат, которого мы с вами и ожидали. Теперь давайте сделаем еще что-нибудь. Ну, давайте уже попробуем prepend метод, да, to. Например, prepend to. Теперь этот параграф должен вставиться внутрь нашего вот этого спана с id first, перед уже существующим внутри html контентом. Сохраняем документ, идем в браузер, смотреть, что же у нас вышло. Обновляем страничку, вышло то же, что мы и ожидали, да. Вот, как бы на практике это все оказалось куда легче, чем пока вы слушали это в теории. На этом, я думаю, мы с вами завершим данный урок. А затем будем с вами рассматривать методы, которые помогут нам заворачивать любые дом-элементы и контент, который лежит внутри них в нужные нам конструкции.